Марина Серова «Несветская львица» Глава первая С облегчением закинув в сумку последнюю сетку с морковью, я отбросила чёлку с олба. Фух, пробормотала, усаживаясь на водительское сидение. Ну, наконец-то. Вроде бы закончили. Сидевшая рядом со мной тётя Мила закивала с улыбкой, но тут же добавила с озабоченным видом. Осталось лишь заехать на оптовый рынок за подсолнечным маслом. Ну, тётя, — воскликнула я, — это уже слишком. Мы же договаривались только за овощами. Женечка, подсолнечное масло необходимо, — принялась убеждать меня тётя Мила. Я хотела сделать на зиму баклажанную икру и лечо, а без масла ничего не получится. Зайдём в ближайший к дому супермаркет и купим там, — предложила я, заводя мотор. Нет, Женя, нам нужна пятилитровая бутыль. Это выгоднее, — гнула своя тётя. А в супермаркетах только литровые бутылки. Купим пять, — решила я проблему. Это выйдет намного дороже, — не согласилась тётя. Сейчас как раз удобный случай купить большую. Мы на машине. Вот всё и довезём одним разом, чтобы больше к этому не возвращаться. К тому же на том рынке можно купить мясо впрок и заморозить, благо у нас теперь огромная морозильная камера. Я очень люблю свою тётю и обычно не спорю на бытовые темы, которые кажутся мне несущественными, хотя и остаюсь при своём мнении. И сегодняшним утром я пожертвовала свободным временем ради тёти, которая давно напоминала мне о том, что пора запастись на зиму картошкой, луком и прочими овощами. Тётя завела этот разговор ещё в конце сентября. Но у меня всё не было времени. К тому же в душе я уверена, что эти запасы мешками не дают особой выгоды и не имеют смысла. Но так как тётя по сравнению со мной могла считаться экспертом в области ведения хозяйства, последнее слово, разумеется, осталось за ней. Я пообещала, что мы съездим на овощной рынок сразу же, как только у меня будет возможность. Возможность выдалась лишь сегодня, когда уже наступила середина октября. И тётя с утра специально подала завтрак пораньше, за которым и объявила, что час икс настал. Подавив вздох, я согласилась отправиться за покупками. Послушно ждала полтора часа, пока тётя обойдёт все ряды и придирчиво осмотрит весь предлагаемый товар. Потом заплатила грузчикам, которые погрузили в нашу машину мешки. А уж с сетками справилась сама. Но оказалось, что я рано радовалась, поскольку покупка овощей плавно потянула за собой другие серьёзные приобретения. Наконец всё было куплено, тётя осталась довольна, а я прошла в душ, смыла с себя базарную грязь и переоделась. Едва я устроилась перед экраном телевизора, дабы с чистой совестью посмотреть парочку дисков, купленных на том же рынке, что и масло, как зазвонил мой сотовый телефон. Незнакомый мужской голос звучал уверенно, но вежливо. «Евгения Максимовна, прошу прощения за беспокойство в выходной день». «Слушаю вас», — ответила я. «У меня ненормированный график». «Моя фамилия Ясенев. Зовут Аркадий Николаевич», — продолжал собеседник. «И мне нужна ваша помощь в качестве телохранителя. Предлагаю вам встретиться через полчаса. Могу подъехать к вам сам, если вам так удобно». «Мне, конечно, так было бы удобнее всего. Совершенно не хотелось отправляться снова на улицу. Тем более, что там поднялся ветер и сгустились тучи. Но я предпочитаю не устраивать встречи с потенциальными клиентами дома». Поколебавшись, я все-таки уточнила. «А вы уверены, что вам нужна именно я? Может быть, вас больше устроит телохранитель-мужчина?» «Нет-нет», — сейчас же отозвался Ясенев. «Мне нужны именно вы. При встрече я объясню вам причины этого». «Ну хорошо», — согласилась я. Через полчаса в кафе «Кенгуру». И отключила связь. Пришлось снова переодеваться с учетом погодных изменений. И через пять минут я уже обувалась в прихожей. Вооруженная кухонным ножом тетя Мила выглянула из кухни. «Женя, я вот тут подумала, не усовершенствует ли рецепт и не добавит ли в икру немного красного перца? В магните продается». «Нет, тетя», — решительно возразила я, прекрасно понимая, к чему она клонит. «Никакого красного перца. От него страдает поджелудочная железа». Быстренько припомнила я слова самой тетушки, которая была просто кладезем народных рецептов здоровья. Тетя Мила изумленно подняла брови, потом, чуть подумав, согласилась. «Ну и правильно», — кивнула она. «Сделаем обычный вариант». «Отлично, я пошла». Я помахала тете рукой и проследовала к лифту, пока она не надумала загрузить меня чем-нибудь еще. Мой Volkswagen ждал меня во дворе, на том самом месте, где я оставила его полчаса назад. Сев за руль, я выехала со двора и направилась в кафе «Кенгуру». Есть мне не хотелось, поэтому я и выбрала это кафе, которое по своему ассортименту больше походило на кондитерскую. Там подавали торты, пироги, а также всякие плюшки и ватрушки. Все эти калорийные сладости не слишком меня интересовали, но вот кофе, которым я неоднократно угощалась в «Кенгуру», был действительно неплохим. Поэтому я постаралась организовать встречу с Ясеневым так, чтобы хотя бы в этом смысле она оказалась приятной. Имя Аркадия Николаевича Ясенева, кажется, мне доводилось встречать на страницах газет и интернетовских сайтах. Если это был именно тот Ясенев, о ком я думала, то мой потенциальный клиент являлся совладельцем одной тарасовской нефтяной компании, точнее, ее филиала, и был он человеком очень богатым. По местным меркам мог считаться прямо-таки магнатом. И то, что он обратился за помощью ко мне, означало, что у меня появится высокооплачиваемая работа, хотя и сопряженная с риском. Но моя профессия так или иначе предполагает риск, поэтому данный фактор не являлся сдерживающим. Словом, предстояло внимательно выслушать собеседника, прежде чем соглашаться на это дело или нет. Аркадий Ясенев подкатил в кафе за минуту раньше меня на новеньком черном BMW X6. Признаться, я впервые в Тарасове встретила эту модель. Пятерки попадались, а вот X6 пока ни разу. Отстает наш город от столицы, что ни говори, мысленно вздохнула я, выходя из машины. Хотя сравнивать глупо. Все-таки в несколько раз меньше и по размерам, и по населению. Глядя на машину Ясенева, я ожидала, что ее владелец будет и в манерах соответствовать высокозаявленному статусу. Но оказалось, я сделала скоропалительные выводы. Аркадий Николаевич выглядел хоть и респектабельно, но без рисовки, да и держался довольно просто. Дорогую модель автомобиля, видимо, предпочитал из соображений удобства, а не престижа. Так или иначе, он чуть приподнялся, приветственно улыбнулся, когда я прошла к столику, который он занял, и проговорил. «Добрый день. Рад, что вы оказались пунктуальным человеком». Впрочем, меня предупреждали об этом. Наверное, Ясенев был осведомлен не только о сторонах моего характера, но и о таких данных, как возраст и внешность, поскольку он не выразил ни малейшего удивления и не стал охать и ахать, цокать языком и говорить, что представлял себе меня совершенно по-другому. Он вообще не касался этой темы, не сыпал слащавыми комплиментами, вел себя по-деловому, просто. «Кофе, чай», лишь предложил он. И когда я согласилась на кофе, кивнул и сделал заказ на двоих. «Дело в сущности самое, что ни на есть для вас привычное, Евгения Максимовна», сразу же перешел Аркадий Николаевич к делу. «Требуется охрана для моей дочери. Ей 22 года, зовут Виктория». «А почему вы решили, что ей нужна охрана?» Отпивая потихоньку горячий кофе, осторожно уточнила я. «Или никаких предпосылок, просто дань моде?» «Я не подвержен безмозглому следованию модным тенденциям», усмехнулся Аркадий Николаевич. «У меня хватает других забот, чтобы забивать голову этими проблемами. Поверьте, я очень занятой человек». «Нефтяной бизнес?» Между делом уточнила я. «Да», просто кивнул Ясенев. «И этот бизнес требует практически постоянного моего внимания. Если бы не случился ряд неприятностей, я бы и не подумал нанимать телохранителя для дочери». В конце концов, до сегодняшнего дня Вика спокойно без него обходилась. «Правда, мои водители снабжены пистолетами, но это так, на всякий, как говорится, пожарный». «Воспользоваться оружием им, слава богу, пока не довелось». Но водители же не сопровождают Вику повсюду. А мне бы хотелось, чтобы она находилась под присмотром не только в автомобиле, но и в помещении на улице. «Воспользоваться оружием». «Воспользоваться оружием». «Воспользоваться оружием».